Наши телезрители интересуются, для чего нужен этот пешеходный переход по улице Советская, который соединяет Парк Победы и Черногорский парк. Люди считают, что в нем нет надобности, ведь в нескольких метрах от этого участка есть регулируемые пешеходные переходы. Узнаем дальнейшую судьбу этой зебры. Данный пешеходный переход оборудован по всем ГОСТам, по всем правилам, и люди им постоянно пользуются. Пешеходный переход оборудован знаками, оборудован светофорами Т7, стоят стойки, нанесена дорожная разметка, в этом году она будет обновляться. Ну, в общем, пешеходный переход от вас требован, потому что люди идут с одного парка в другой, переходят, и обходить им будет очень неудобно, потому что получается большой крюк. И дети идут, и с колясками, и люди с ограниченными возможностями. Поэтому здесь был установлен пешеходный переход. Ну, а водителям я посоветую соблюдать правила дорожного движения, особенно скоростной режим, и тогда будет все в порядке. Абаканцы интересуются, когда начнет свою работу карьеры растительных отходов в Подсинем. Напомним, что работает он каждую весну и осень, и привозить туда можно лишь растительный мусор. Те абаканцы, которые избавляются от строительного мусора или другого хлама, будут привлекаться к ответственности и получать штрафы, ведь теперь на той территории установлены новые комплексы фото- и видеофиксации. Традиционно с 3 апреля открылся у нас карьер по складированию растительных отходов. Работает он в рамках нашего двухмесячника, который проходит на территории города. До конца мая будет он открыт, все желающие с территории города могут привезти растительные отходы, повторюсь, растительные только отходы на этот карьер. Да, стоит обратить внимание, что в этом году ужесточился контроль за приемом растительных отходов. Дополнительно в этом году мы установили камеры фото- и видеофиксации, для того, чтобы обеспечить порядок на этом участке. По складированию отходов. Соответственно, в конце лета он будет опять открыт, также это будет пару месяцев он работает, это делается ежегодно и традиционно. На сегодняшний день карьер работает все дни, кроме понедельника. Понедельник у нас санитарный день, вот это постоянно открыт с 8 часов утра до 20 часов вечера. Улица Кирова, ее реконструкция началась еще несколько лет назад. В этот теплый сезон она продолжится в границах Некрасова и Тыгина. Наши телезрители переживают, что из-за капремонта будут ликвидированы парковочные места у торгового центра. При визуальной, если смотреть на продолжение трассировки улицы Некрасова, конечно, мы видим, что дорога попадает на часть существующей заасфальтированной площадки, которая прилегает к торговому центру. Действительно, и этого не избежать, дорога пройдет по части парковочной площадки. Половина парковочных мест, они уйдут под вот эту транспортную артерию, которая соединяет у нас вот улицу Итыгина и наши жилые районы. Заезд на эту парковку с улицы Некрасова будет отсутствовать, потому что понимаем, что с пересечения с угла небезопасно. Въезд будет осуществляться либо с улицы Некрасова левее, где сейчас находится между Доминионом и торговым центром Калина, и с проезда, который влево от улицы Кирова отходит к многоквартирным домам.